привет привет вы на канале зеленый огород с вами елена мы находимся в огуречной теплице сегодня конец июля приближается август и нам хочется всегда с вами продлить плодоношение огурцов до самых заморозков а для этого нужно чуть-чуть пересмотреть уход за ними и я хочу с вами поделиться как я ухаживаю за огурчиками в августе чтобы продлить их плодоношение а также уберечь от болезней и от вредителей и сначала о поливах огурцы не могут развиваться без воды если воды будет очень мало в почве будут опадать завязи и растение со временем погибнет поэтому пересматриваем полностью все поливы поливы должны быть частые и растение нужно поливать не только под корень но и по листу огурцы это очень любят сейчас растению требуется на квадратный метр до 12 литров воды то есть под один кустик нужно выливать 5-6 литров воды и делать это через два дня поливы проводить лучше утром или вечером я обычно утром проливаю под корень а вечером обрызгиваю прямо из шланга всю свою вот эту огуречную плантацию по листу сейчас нас на урале установилась очень жаркая погода поэтому конечно поливы должны быть систематическими если вы используете капельный полив отлично но тоже всегда проверяйте насколько у вас промок грунт то есть 20 сантиметров и этого достаточно если у вас установилась прохладная погода стоит 16 18 градусов тепла то поливов таких систематических не нужно и много влаги тоже уже не нужно вносить нужно чуть-чуть поливы уменьшить потому что когда стоит холодная погода корневая система устроена так что она начинает плохо всасывать воду и если вы будете много влаги вносить то у вас просто корешки загниют то есть всегда ориентируемся на погоду ну и точно так же в августе в середине августа в конце августа когда ночью уже намного холоднее чем дни то поливы тоже нужно чуть-чуть сокращать также в жаркую погоду растение испытывает стресс огурцы не очень любят высоких температур поэтому можно теплицу притянить укрывным материалом когда у нас жарко мы это всегда делаем или просто поставить вот такие ведра 5 литровые 10 литровые с водой и вода когда у вас здесь будет очень жарко ведь днем у нас раскаляется теплица внутри до 50 градусов и за счет того что вода из ведра будет испаряться температура в теплице будет понижаться и огурчиком будет поприятнее находиться в таком климате а ночью вода которая за день нагрелась будет отдавать тепло и у нас не будет такого резкого перехода между дневными и ночными температурами и еще после поливов конечно нужно обязательно проветривать теплицы вот я с июня месяца теплицы вообще не закрываю у меня всегда открыты и двери и форточки но если прохладная погода то все равно придется закрывать теплицу но после полива нужно обязательно все равно хорошо проветрить чтобы не скапливался конденсат второй важный момент это мульчирование если вы не замульчировали свой грунт когда высаживали огурчики то не поздно сделать это и сейчас мульча приносит только одну пользу во-первых она уберегает от прорастания сорняков вы облегчаете свой труд мульча удерживает влагу в почве когда приходят холодные ночи в августе мульча сохраняет тепло она не дает так быстро охлаждаться земле точно также мульча не дает перегреваться нашему грунту в такую жару но еще важно что мульча помогает в холодные ночи когда у нас холодно не так быстро испаряется влага потому что она удерживается вот в этой мульче и у нас получается меньше конденсата на стенках теплицы а ведь мы все с вами знаем что конденсат это болезни в качестве мульчи можно использовать солому скошенную траву опилки торф и слой мульчи должен быть 5-7 сантиметров мы в течение сезона всегда подкладываем свежескошенную траву и она постепенно постепенно у нас уседает кто выращивает огурцы конечно знает как их любят различные насекомые как они часто болеют поэтому в это время очень важно продолжить профилактические обработки по листу и обрабатываем раз в 10-15 дней можно обрабатывать фитоспорином есть фитоспорин обычный вот такой универсальный а есть фитоспорин специально для огурцов здесь кроме гуми еще находятся микроэлементы которые важны для растения именно в этот период а также это убережет от болезней также можно использовать споробактерин который тоже уберегает наше растение от болезней можно использовать молочную сыворотку молоко вы можете кстати зайти на наш канал у нас есть ролик где я показываю как готовлю обработку по листу сывороткой а еще в этот раз я буду обрабатывать табачной шашкой табачная шашка не только убивает абсолютно всех насекомых включая паутинного клеща тлю белокрылку различных гусениц в общем убивает всех насекомых но не является вредным для пчел пчелы не погибают и табачная шашка еще помогает росту растению фотосинтезу и увеличивает плодоношение поэтому вот сегодня на ночь мы будем зажигать вот эту табачную шашку я хочу просто оздоровить все свои растения если у вас все же завелись насекомые в теплице то можно их обрызгать по листу биоприлипателем или использовать зеленое мыло или хозяйственное мыло и после того как вы все обработали вы просто опудриваете листочки золой и табачной пылью и вы этим убережете и спасете свои растения от различных насекомых сбор урожая должен проходить вовремя не нужно допускать перерастание огурцов ведь когда огурцы начинают перерастать то растение все силы направляет именно на этот огурец и во время того как наращивается вот этот большой поросенок опадают завязи не формируются новые завязи а самое главное что ведь все растения направлены на то чтобы вырастить потомство поэтому он и выращивает такого поросенка все остальное начинает опадать огурцы не нужно тянуть не нужно выкручивать лучше всего конечно вот так вот секатором обрезать вместе с ножкой и делать это нужно ранним утром когда огурчики у нас самые упругие когда у них хороший тургор и видите как мы только обрезали огурчик здесь появилась капелька выделяется сок а за день у нас все эти ранки подсохнут и не будет никакой болезни при сборе урожая не нужно вертеть плети не нужно их поворачивать совершенно в другую сторону вот они у нас сейчас все смотрят в направлении солнышка а если вы плети поменяете местами то растение еще будет тратить силы на то чтобы обратно развернуть все листочки по направлению к солнцу и это тоже замедляет плодоношение ну и сбор огурчиков лучше всего делать через два дня а если вы живете на даче то лучше всего забегать в теплицу каждый день и снимать созревшие огурчики к августу месяцу растение уже сильно разрастается посмотреть какие большие лианы они почти все уже заполнили и нашим растениям становится трудно дышать получается плохое проветривание и здравствуйте болезни поэтому в августе срезаем во-первых внизу все листья в начале роста я удаляю побеги и листья примерно на высоту 50 сантиметров как вы видите стволики у меня все голые но после этого растут вот такие побеги я обычно их прищипываю чтобы остановить рост и как только здесь созреют все огурчики я этот побег тоже удалю точно так же удаляем все желтые листья вот например желтый листочек это не от того что он больной он уже просто старенький поэтому он желтеет но обрезаем листья не у самого стебля обрезаем вот здесь вот оставляем вот такую палочку и этот срез тоже хорошо заживет а если вы обрежете очень близко около главного побега то можно занести какую-нибудь инфекцию он может просто потом погибнуть также например вот на этом огурце уже очень много образовалось побегов мне их здесь так много не нужно поэтому вот молодой побег здесь два огурчика я пока оставляю а вот этот побег уже намного длиннее я его тоже прищипываю и как только он мне отдаст весь урожай я его тоже буду вырезать и за счет этого растения потом хорошо проветривается мы убираем лишние листья если вы убрали уже все побеги все пожелтевшие листья вот это листья еще хорошие им просто не хватает питания я об этом расскажу чуть чуть попозже но все больные желтые это все убираем если вы посмотрели что у вас все равно еще довольно густо то можно сделать так вы можете чуть-чуть пройтись и некоторые листочки обрезать этим вы поможете растениям у нас здесь будет хорошая воздухопроходимость не будет скапливаться конденсат растение будет лучше проветриваться и за счет этого она у нас не заболеет такая обрезка улучшит проветривание а также даст солнечным лучам доступ к стеблю который должен быть всегда сухим и к листочкам ну и конечно в это время мы пересматриваем абсолютно все подкормки так как с конца июля август нашему растению требуется фосфор калий и другие микроэлементы и все это должно быть абсолютно в другой дозировки растение уже взрослые они очень много забрали из почвы грунт уже довольно бедный поэтому сейчас нужно будет подкармливать растения раз в 7-10 дней если питание будет в грунте недостаточно растение будет слабеть она будет хиленьким и постепенно она у вас заболеет и вы потеряете растение обычно в это время я использую такие удобрения как растворин а здесь полностью сбалансированное питание здесь много макро микроэлементов и в это время нужно использовать 50 грамм на 10 литров воды если у вас такого удобрения нет то можно использовать сульфат калия столовую ложку или сернокислый калий и столовую ложку суперфосфата лучше всего купить гуменизированный здесь еще есть и магний и серые другие элементы и все это разводится тоже на 10 литров воды также можно использовать фертику которая называется финал здесь тоже очень много калия и фосфора и других микроэлементов если у вас этих удобрений нет или вы вообще не используете минеральное удобрение то вполне можно использовать коровяк он разводится 1 к 8 и еще туда обязательно нужно добавить суперфосфат 20 грамм иначе ваши огурчики не получат всего питания которое им сейчас нужно также можно в это время делать зольные подкормки я обычно беру вот ведерочка свое просеиваю золу и вокруг кустика припудриваю около приствольного круга и вот так прохожу по каждому растению и потом у меня с капельным поливом постепенно зола тоже поступает к растениям ведь взяли очень много микроэлементов до 30 штук подкормки нужно чередовать один раз делаете корневую подкормочку в следующий раз вне корневую вне корневые подкормки мне нравится делать гумат плюс 7 здесь очень много микроэлементов чего здесь столько нет и все нужно огурчику можно использовать гумат плюс 7 и еще йод это еще уберегает от болезней точно так же можно использовать цитовид и неплохое средство называется ферровид это все поможет хорошему плодообразованию нашим огурчиком в этот период если вы в середине августа когда у нас приходит уже холодные ночи заметили что ваше растение ну меньше стали давать урожая то его можно чуть не чуть-чуть омолодить а для этого берете 15 грамм аммиачной селитры или столько же мочевины и на 10 литров воды все это размешали и обрызгали по листу и стоя с другой стороны полностью все растение и через два-три дня вы не узнаете свои растения у вас листики будут насыщенного зеленого цвета у вас улучшится фотосинтез и начнется новое плодообразование будет много маленьких завязей и вот так вы продолжаете ухаживать за вашим растением до самого как говорится конца когда у вас закончится сезон я очень люблю экспериментировать и каждый год высаживаю новые сорта и сейчас хочу вас познакомить с четырьмя лучшими они достойны вашего внимания первый сорт называется герасим f1 пучковое плодоношение огурцов завязывается очень много посмотрите они просто все усыпаны все 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 усыпано вот такими красивыми плодами следующий огурец называется веселые гномики тоже пучковое плодоношение от фирмы аэлита и вот такой вот огурчик до 8 плодов в одном узле и они все вот такие вот красивые ровненькие чуть-чуть шершавенькие и колючие следующий называется платина тоже удачный сорт огурчики все очень красивые пупырчатые очень хороши в посолке в малосольном виде отличный огурец и следующий огурец который мне понравился в этом сезоне называется дедушкина внучка от фирмы гавриш тоже завязывает пупырчатые огурчики все они красивые вкусные отличное плодоношение и вот здесь они у меня идут все усыпано плодами рекомендую вам познакомиться с этими гибридами поухаживайте за вашими огурчиками и вы продлите плодоношение до самых заморозков мы обычно до октября кушаем огурчики на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал хороших вам урожаев пока пока